Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! На первом канале прокомментировали заявление Бузовой о ее участии в конкурсе Евровидения и слухи о том, что ее отправят на Евровидение. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрия Аксюта был краток. Это бред, заявил Аксюта. Яна Шофеева поссорилась с Захаром Соленко из-за его амбиции. Девушка узнала, что в ближайшее время начнется второй сезон шоу «Яхта любви» и подозревает, что после временной работы островным ведущим Захара отправят на другой проект и они не смогут увидеться долгое время. Яне нужны отношения, а Захару карьера. Смогут ли они сохранить свою любовь, скоро узнаем. Ольга Рапунцель жалуется на токсикоз и спасается только мармеладными постилками, когда выезжает в город с супругом и Василисой и ходит в места общепита. Борьба за победу в конкурсе «Человек года» становится все напряженнее и, судя по анонсу будущего эфира, на этот раз титул не смогли поделить между собой Федор Стрелков и Мандезир Светамур. На кухне общего дома между парнями разгорелась нешуточная перепалка, которая в конечном итоге закончилась дракой. Причем инициатором мордобоя стал Мандезир и именно его участники, как ни старались, не могли утихомирить. Более того, парням даже пришлось встать стеной между озверевшим Светамуром и Стрелковым. За отборной бранью не слишком понятно, в чем состоит суть конфликта, однако мало кто из фолловеров сомневается, что все это связано непосредственно с конкурсом «Человек года». К слову, выяснять отношения на кулаках парни в конечном итоге продолжили уже на улице и вряд ли кому-то покажется странным, если в ходе подобной жестокой драки оба дебошира получили серьезные увечья. Розалия Райсон нахваливает мужа на своей страничке в социальных сетях. Андрей Шабарин заботливый, внимательный, чуткий и держит себя в руках. С ним рядом Розе очень комфортно, а зрители ошибаются, когда пишут, что Шабарин уже пожалел, что женился на проекте. Ольга Бузова укатила с гастролями в Молдову и собирается дать концерт в городе Бельцы, а заодно певица собирается поздравить студентов с праздником и с нетерпением ждет встречи с фанатами. Федор Стрелков видит Екатерину в своем будущем за проектом. Он уверен, что наконец-то нашел женщину своей мечты, поэтому не спешит с волшебством и не хочет портить свои отношения с Катей обсуждениями их личной жизни на Доме-2. Саша Черно убеждена в талантах любимого супруга, при этом девушка делает все возможное, чтобы заставить супруга наконец задуматься о будущем и, судя по всему, во время отпуска Александра устроила для своего благоверного импровизированный кастинг. Черно слила в сеть видео поющего супруга и все бы ничего, но в этот момент Иосиф был полностью обнажен, а его детородный орган прикрывала маленькая шляпка. Правда, надо отдать должное, а Ганесян нисколько не стеснялся своего вида. Сашу пристыдили за глупую выходку фолловера напомнили, что девушка требует от спутника жизни серьезности, после чего сама же толкает его на необдуманные и даже неадекватные поступки. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Виктор Трифоненков стал известен в социальных сетях как директор планетария, который пришел свататься к Алене Савкиной, а на самом деле оказался охранником того самого планетария, которого уволили за прогулы. Влад Иванов, которого зрители пророчили в женихе младшей Рапунцель, отправился на остров любви вместе с Яббаровым и Настей Голд. Бывшая участница Мария Кохно вместе с мамой стала приглашенным гостем на чемпионате России по боксу. Маша не собирается менять скрипку на перчатки, но не устает демонстрировать поклонникам свой богатый внутренний мир и увлечения. Интересная новость с сайта Шлок. На новшество, которое проводит Инстаграм, первое из числа действующих участников Дома-2 откликнулась Марина Африкантова. Жене Романа Капаклы очень не нравится, что скоро никаких лайков от подписчиков не будет и узнать о популярности того или иного фото или поста можно будет только из комментариев. Раз блондинка призналась, что негативные мнения убирает, то не последуют ли иные санкции от этой социальной сети? Марина рискует потерять доходы от рекламы, так как на сегодня она, если не считать ведущих проекта, имеет самое большое количество подписчиков. Отсутствие лайков ее явно пугает, не потому ли столь быстро она и среагировала на эту новость. Хорошо известно, что многие бывшие звезды Дома-2 живут исключительно за счет рекламы в Инстаграм. Да и новички не скрывают, что идут на телестройку именно за такой возможностью. Социальные сети и не только Инстаграм всерьез взялись за контент, размещаемый в них. За нецензурную лексику или прямые оскорбления администрации и модераторы отправляют в бан не только на сайтах, но и в самих соцсетях тех, кто не соблюдает правила. Плюс инстаграмщицы реально опасаются, что кроме накрученных подписчиков, без лайков не останется других показателей их популярности и востребованности у рекламодателей. Интересно, кто следующий примется стонать по поводу нововведения в социальных сетях. И как быть теперь Александре Черно, которая явно рассчитывала жить после проекта за счет рекламы. Ольга Бузова поделилась свежим фото со съемочной площадки Дома-2. Звезда явно рассчитывала на комплименты и, казалось бы, должна была их получить. Так свой образ Ольга продумала до мелочей, начиная от эффектного наряда и заканчивая прической и макияжем. Вот только внешний вид, ведущий Дома-2, затмила опухоль на ее лице. Пока непонятно, что творится с лицом Бузовой, однако фолловеры выдвинули сразу два предположения по этому поводу. К примеру, одни убеждены, что Ольга страдает от банального флюса и это повод поскорее обратиться к врачу. Впрочем, не исключено, что речь идет о неумелом использовании фотошопа. Хотя особо беспокоенные фолловеры и продолжают настаивать на том, что все куда хуже и Оле пора записаться на прием к онкологу. Захар Саленко, как никто другой на проекте, следит за своей внешностью и, судя по всему, даже пользовался уколами красоты. Как оказалось, не только зрители, но и Яна Шофеева сильно сомневаются в том, что у Захара свои губы. К слову, девушка даже провела свое мини-расследование. По словам Шофеевой, она уже трогала и даже кусала губы бойфренда. Однако так и не смогла узнать правды. Сам Саленко любое косметологическое вмешательство категорически отрицает. Напомню, что слухи о том, что Саленко подкачал губы, появились в феврале этого года. Тогда парень появился в эфирах в хирургической маске. А когда снял ее, через несколько дней его губы заметно увеличились. И вот сейчас история с маской снова повторилась. Ольга Рапунцель наконец поделилась с коллегами по Дому-2 и фолловерами радостной новостью. Несмотря на то, что для многих это было давно очевидным, Оля только сейчас призналась, что действительно беременна. Правда, пока раскрывать подробности своего положения, супруга Дмитрия Дмитренко не спешит. По словам Рапунцеля, они бы и дальше держали свою радость в тайне, ведь на проекте лишь единицы смогли за них порадоваться. К слову, беременность стала для Оли и Димы настоящим сюрпризом. В отличие от старшей Василисы Дмитренко, этого малыша супруги не планировали. Сама Оля уже дала понять, что считает это божьей волей. Молодая мамочка радуется, что теперь их семья станет еще больше, хотя хейтеры уверены, беременность Рапунцель специально подгадала конкурсу Человек-года. Ни для кого не секрет, в свое время мама таты Абрамсон Марина Тристановна смогла не только пожить под камерами и скопить приличную сумму, но и нашла свою любовь. Жених из Воронежа рассмотрел Абрамсон-старшую через экран, однако прийти на проект и построить любовь под камерами наотрез отказался. Тогда уйти за ворота поспешила сама Марина Тристановна. А вот совместная жизнь парой за периметром, мягко говоря, не заладилась. Не успел Александр Ковалевский сделать предложение руки и сердца, как Марина Тристановна заявила об их расставании. И помириться им до сих пор не удалось. Правда, теперь это не кажется таким удивительным. Как оказалось, Ковалевский активно занят поисками новой пассии. Мужчина засветился на программе «Давай поженимся». Судя по всему, на этот раз Александр решил подойти к вопросу со всей ответственностью. Невесту мужчине подберут профессиональная сваха и астролог. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!